Первым делом самолеты. Во Францию слетелись лучшие крылья мира. В аэропорту Лебурже уже четвертый день. Не шуточные страсти. Американцы, европейцы и украинцы на перегонки заявляют о миллиардных контрактах. Кого покорил украинский Ан-178, знают наши корреспонденты. Тем? Дождь для зрителей авиасалона ЧП. Все, что по задумке организаторов должно было летать, стоит. Но участникам заминка на руку. Это время финансовых сделок. Кейс украинцев Ан-178. Довольностей тут дуже багато, зацікавленностей дуже багато. У нас попередние дни було більше зустрічей, ніж на інших салонах. Наш летак – це єдиний летак, який є новий на сьогоднішньому авиасалоні. Все, що таке, воно було в різні роки. Стеклянная кабина, цифровое оборудование. Он може взлетати і садитися де угодно при полному отсутстві видимости. Перевозити БМП, танки, десантників. Лететь на минимальній скорості 60 км в час і під углом 40 градусів. Без п'яти минут українські літчики-студенти, яким повезло попасть на Ле-Бурже, проситься подержаться за штурвал. Ми зашли, на самом деле сидиш в новом современном самолете, везде дисплеи, все очень удобно, ергономика кабины на высшем уровне. Новая разработка перепрыгнула старый Ан-12 и франко-немецкий Си-60. Задача 178-го Анна – занять на рынке эту нишу і не конкурировать с самым большим українським транспортником МРИЯ. «Но он меньше. Он свою категорию нишу занимает по перевозке грузов». Конкурентов у украинской разработки на Ле-Бурже нет. Да и новинок в этот раз немного. Лишь 12-местный вертолёт Аж-160. У этого европейца крейсерская скорость – 296 км в час. А в лёгкой авиации двухместный Ифан. Он работает исключительно на электричестве. Электроаккумуляторов хватает на полтора часа полёта. Скорость – 220 км. Это не первый электросамолёт. Первыми мы хотим быть в массовом производстве. Он экологичен и работает тихо. Особый интерес у зрителя вызывает и эта машина. Falcon 7X берёт на борт 19 человек. Французы называли самолёт «Карло-1», ассоциируя с первой леди. Мы выстояли день в очереди, но, увы, не попали на борт, как и украинские студенты. Талантливых авиаторов успокоил президент фонда Бориса Колесникова. Попадут в следующий раз. Молодых специалистов на авиасалон возят четвёртый год подряд. Они победители конкурса «Авиатор». Талантов в Украине действительно много. Из двух тысяч претендентов – 109 лучших. Харьков, Киев, Кировоград – основные авиавузы. Я четыре года назад сказал, что сюда должны ездить не чиновники, а должны ездить украинское будущее. Авиация – это украинское будущее. Здесь самые высокие зарплаты в мире, самые лучшие специалисты. И Украина – это единственный украинский бренд, который знает весь мир. В кулуарах Лебурже говорят, украинские конструкторы в этом году сняли денежные сливки. 178-й «Ан» вызвал большой фурор. Есть заказчик. Но ни его, ни страну не называют. Речь идёт о миллионах долларов. Сергей Мосс, Оксана Котова, специально для телеканала «Донбасс».